Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на канал Углук. Жмите подписаться, жмите на колокольчик и будем продолжать легендарные прохождения в Скайриме. В первой серии я избежал казни, познакомился с крутыми ребятами и обрел статус Давакина, герой про которого рассказывали древние пророчества. В общем, кто не смотрел предыдущий ролик, советую непременно прямо сейчас посмотреть. Для удобства вот вам всплывающая подсказка, а мы будем двигаться дальше. Моя история повествует о приключениях, где я стараюсь погрузить зрителя в происходящее, чтобы он ощутил атмосферу событий. Я словно летописец, который тайком подсматривает за событиями. А если ты хочешь сам стать легендарным героем, о котором будут слагать легенды, то предлагаю возможность бесплатно поиграть на одном из лучших СНГ серверов легендарной MMORPG World of Warcraft Cirrus, модифицированное дополнение Лич Кинг, новые эксклюзивные расы, добавлены обновленные подземелья и рейды из Burning Crusade, новые поля боев, различные PvP режимы и третья PvP фракция Ренегаты, которые являются одиночками и врагами для всех. На твой выбор есть два разных игровых мира. Scorch X2, мир с системой категорий. С получением каждой ты будешь открывать сюжетные подземелья и рейды для прокачки персонажа. Algalon X4, новый мир для ценителей времен 3.3.5a. Тут ты сможешь быстро догнать бывалых игроков и побороться с ними на равных. Уже более 10 лет работы и стабильно высокого онлайна. Зови собой друзей и реферальная система проекта даст тебе приятные бонусы и возможность телепортироваться друг к другу. Регистрируйся по ссылке в описании и получи 7 дней премиума и особую сумку с подарками в виде расходников и первого маунта, с которым ты сможешь стартануть на Сирус еще быстрее. Ссылочку на проект Вовсирус я оставлю в описании. Переходи и врывайся. К сожалению, Рок Юргена кто-то стащил до нас. Мне вместе с Лидией необходимо было отправляться в поселение Ривервуд. Там я уже бывал после того, как сбежал из Хелгена. Преодолев длинный путь, мы добрались до города. Жизнь в Ривервуде шла своим чередом. Бегали детишки, ремесленники занимались своей работой, а я и моя напарница двигались к таверне «Спящий великан». И как ни странно, хозяйкой этого культурного заведения была дама по имени Дельфина. Мне доводилось ее встречать в гостях у Ярлова Айтрана. Я обратился к ней с просьбой снять комнату на чердаке. Дельфина отвела меня в уютное помещение. В шкафу которой находилось секретное убежище. Дельфина рассказала, что она давно ищет Дувакина и разгадывает причину появления драконов. По ее мнению, они не прилетают из других земель, а возрождаются. И для того, чтобы проверить эту информацию, Дельфина просит отправиться с ней в рощу Кин. Именно в том месте ожидается очередное воскрешение дракона. После долгой беседы, хозяйка таверны вручила мне рок Юргена, а сама облачилась в доспехе воительницы. Она будет ждать меня в роще Кин. Но перед тем, как разгадывать тайны, связанные с возникновением драконов, я решил вернуться к седобородам и отдать им полученный рок. Старики очень обрадовались моему возвращению. Поздравили с завершением испытания, и теперь они официально признали меня Дувакином. Теперь я полностью завершил обучение, и пришло время получить от седобородых благословление. Не знаю, о чем в это время думала Лидия, но взгляд ее был настороженный. После всех этих церемоний, я и моя напарница спустились с гор, и по дороге зашагали в сторону рощи Кин. Перед нами бегали благородные скайримские олени, внизу журчала река, а вдалеке показался каменный форт. Мы решили подбежать поближе, но нас тут же остановили. Стой! Это платная дорога. Раскошеливайся. С тебя 200 золотых, если хочешь пользоваться нашей дорогой. Ну офигеть, 200 золотых монет. Я и Лидия не стали этого терпеть, а быстро усмирили разбойницу. И только мы хотели уйти с этого места, как из башни выскочил еще один разбойник, и тут уже завязался бой. Пришлось полностью зачищать это место. По нам сразу же начали стрелять из луков. Прикрывшись щитом, я быстро забежал наверх. Своим драконьим криком мне удалось оглушить разбойников, а Лидия в это время прикрывала меня из лука. После победы я решил взобраться на самую высокую башню форта и насладиться красотами Скайрима. Сразу почувствовалось дуновение ветра. Вдалеке виднелся Вайтран. Уходить совсем не хотелось. Но все-таки пришлось покинуть это живописное место и отправиться дальше в путь. По дороге на меня накинулся Органиан-убийца. Однако ловкость и мастерство владения клинками ему не помогло. В его вещах нашлась записка, из которой было ясно, что на меня началась охота. За мою голову назначена солидная награда. Отринув все плохие мысли, мы двинулись дальше. А дальше нам повстречался крестьянин, который хотел вступить к братьям Бури. Я иду в Виндхельм, чтобы присоединиться к братьям Бури. За Ульфриком правда. И тут я вспомнил Раллафа и его приглашение присоединиться. А почему бы нет? Ведь, как мы помним, Скайрим для нордов. Драконы подождут. Скайрим превыше всего. Братья Бури куют топоры. Их ведет за собой Ульфрик гордо. Если крикнет один Скайрим, миллионы ответят для нордов. Ты ненавидишь темных эльфов? Будешь насмехаться над нами и гнать прочь. Да мне бобуй. Мы добрались до Виндхельма и сразу же отыскали резиденцию Ульфрика Буревестника. Я рассказал ему все подробности, происходящие в Хелгене. И про то, как спасался вместе с Раллафом. Ульфрик сразу вспомнил меня. Ведь в тот день мы ехали в одной телеге. Он обрадовался моему желанию вступить к братьям Бури. После чего военачальник Галмар Каменный Кулак поручил первое задание. Так сказать, для проверки. Необходимо отправиться к Камню Змея и уничтожить тамошнего призрака. Если выживешь, примем. Если погибнешь, значит нам такие не нужны. Вдвоем мы вышли из города и направились на север. Возле реки разгуливал одинокий орк, который искал славную смерть. Я долго его расспрашивал, зачем ему все это. Но очень тяжело понять оручью культуру. Умирать мужчине следует тогда, когда он еще достоин называться мужчиной. Мы, орки, не такие, как все эти норды и имперцы, которые цепляются за жизнь даже седые, беззубые и облысевшие. В общем, славную смерть мы ему устроили. Скорее всего, при жизни он был доблестным воином и погиб как воин. Мы продолжили путь к Змеиному Камню. Нам пришлось даже прыгать по льдинам. Затем, на ледяной возвышенности, мы отыскали то самое место с призраком. Убить его было несложно. Не такое уж это и опасное задание. Разве что добираться было далековато. Я вернулся к Галмару и рассказал о моих успехах. Теперь меня с охотой примут в ряды братьев Бурь. Даже пришлось дать для этого клятву. Повторяй за мной. Клянусь честью и кровью служить. И теперь вместе с братьями я должен выдвинуться в мой первый боевой поход. Галмар хочет пробраться к древнему захоронению Корваньюнду и отыскать там зубчатую корону. Отряд Галмара уже выступил к Корваньюнду. Однако я и Лидия их опередили. Мы решили немного порыскать по руинам и сразу же наткнулись на солдат Империи. Не лезь в дела Имперского Легиона. Проваливай, если не хочешь получить стальной клинок в брюхо. Мы переглянулись, поняли друг друга, а затем достали мечи. Вскоре сюда явился отряд Галмара. После чего все осторожно вошли в гробницу. Тут также находились имперцы. Наш отряд начал двигаться бесшумно, ожидая команды воеводы. После того, как имперские солдаты были перебиты, мы вышли к закрытым вратам. Кажется, как открывать подобные двери я уже знаю. И к счастью, среди тел валялся коготь, которым можно открыть ворота. Затем, с помощью найденной рукоятки, я поднял решетку, как вдруг из своих могил вылезли мертвецы. После сражения с драуграми, мы вошли в зал, где находились останки обладателя зубчатой короны. И, конечно же, он начал оживать вместе со своими помощниками. Разобравшись с мертвецами, я снял с головы покойника корону. Мне было велено отнести ее Ульфрику-буревестнику. Ему я рассказал о нашем успешном походе, после чего Ульфрик поручил мне очередное задание. Нужно было явиться к Ярлу Вайтрана и передать ему топор. Когда один воин вручает свой топор другому, сразу ясно, что это может означать. Дело нетрудное, тем более я уже не раз там бывал. В Вайтране местные жители до сих пор были в шоке от незнакомцев в масках. О, что тут произошло? Тела которых по-прежнему валялись на улице. Балгруф очень удивился моей посылке и по этому поводу созвал небольшой совет. После чего принял решение вернуть топор Ульфрику. Пришлось возвращаться в Виндхельм. Значит я в нем ошибся. Братья Бури решаются захватить Вайтран. Кажется, меня ожидает лютое сражение. Братья Бури взяли Вайтран в осаду. Катапульты были развернуты, а бойцы готовы к бою. Галмар произнес вдохновляющую речь, и наше братство ринулось штурмовать город. Словно буря, сквозь огонь мы мчались в битву. Со стен в нас полетели стрелы, но это никак не мешало продвигаться нам вперед. Водушевившись битвой, я взобрался на помост и начал вырезать вражеских лучников. Затем мне удалось активировать рычаг подъемного моста, после чего проход в город открылся. Бой перешел на улицу Вайтрана. Необходимо пробиться в драконий предел и склонить Ярла к капитуляции. Мы разрушили все баррикады на своем пути и ворвались в резиденцию Балгруфа. Перебив охрану тронного зала, Ярлу Вайтрана пришлось принять наши условия. Теперь братья Бури закрепили в городе власть. А после победы я отправился к Ульфрику Бревестнику. Мы выбили имперцев из Вайтрана. Это хорошо. Очень хорошо. За мои заслуги меня наградили вот таким орочим мечом сжигания. Теперь мне следовало помочь освободить форт Нойград. Недалеко от Хелгена братья Бури соорудили лагерь. Тут находился Галмар. Он послал своих разведчиков к форту. Мне необходимо их отыскать, а затем тайком пробраться через укрепление и освободить наших пленных ребят. Под елкой я отыскал разведчиков. И вот неожиданность ими руководил Ралов. Мне рассказали, что где-то находится тайный проход в форт. Я аккуратненько начал пробираться. Прижавшись к скале и прячась за деревьями, мне удалось незаметно выйти к водоему. Под этим озером находилась пещера, которая вывела меня в темницу форта. Я и Лидия ворвались, перебили охрану и освободили всех заключенных. Пленные норды облачились в свои доспехи, а затем вместе со мной пошли резать гарнизон. А в это время Ралов и его отряд напали снаружи. Имперцы оказались в окружении. Началось веселье и резня. Форт был полностью захвачен. А я останусь тут наводить порядок. Спасибо за помощь. Без тебя бы мы не справились. Теперь следовало порадовать Ульфрика об удачной проделанной работе. Некоторые братья начали называть тебя Костолом, восхищаясь твоей свирепостью и решительностью. Но несмотря на наши победы, война продолжается. Теперь мне следовало отыскать военный лагерь Братьев Бурь в пределе. Путь оказался неблизкий. Мне пришлось проходить бурные реки, а также пробивать себе дорогу через бандитов. В конце концов я добрался до лагеря Братьев Бури. И снова, как всегда, тут всем заправлял Галмар. Мне нужно ступать в город Маркарт. Ходят слухи, что помощник Ярла по имени Рерик втайне молится Талосу. А как мы знаем, такое поклонение строго запрещено. Мне необходимо попытаться найти компромат на Рерика, чтобы в дальнейшем его шантажировать. Я уселся на добротного скакуна и отправился в Маркарт. Город находился прямо в скале. И располагался он на месте древнего поселения Двемеров. Войдя в город, передо мной произошла непонятная ситуация. Очень странно, средь бела дня на улицах орудует убийца. Шагая по каменным ступеням, я и Лидия добрались до главного чертога, где несли свою службу правители города. Изучив местность, выяснилось, что покой Рерика охраняет стражник. Это была наша главная проблема. Идите нахуй! Мы стояли и мяли булки, покуда у меня в голове не родился план. В общем, Лидия, будь тут и стой на шухере, а я попробую прокрасться внутрь. Как скажешь, мой танк. Гуськом я пробрался в комнату и, спрятавшись за колонной, подождал, когда стражник уйдет. Затем пришлось с помощью отмычек немного поработать над замком. И вуаля, дверь распахнулась. В сундуке Рерика нашлась очень интересная вещица. Амолед Талоса. Теперь можно поговорить с самим Рериком. Конечно, сам он очень удивился и предложил мне переговорить с глазу на глаз. Рерик во многих вещах поддерживает Ульфрика, но сказать об этом, разумеется, опасается. Поэтому он дал мне наводку, что караван с очень ценным грузом отправился в Солитьют. Кажется, пришло время грабить караваны. Калмару очень понравилась эта затея, и он послал для этого разведчиков. Мне необходимо отправляться с ними. И снова я встретил Раллофа. Его отряд отыскал караван, и, к счастью, колесо у тележки сломалось. Из-за ремонта караванщикам пришлось разбить лагерь. Раллоф начал предлагать свой грандиозный план с маневрами и обходами. Но зачем все усложнять, если можно это сделать в одиночку? Точнее, я и Лидия. Это оказалось нетрудно. Караван охраняло всего несколько солдат. После победы мы вернулись к Галмару, и тот поручил нам очередной приказ. На этот раз необходимо было захватить форт Сангард. Туда уже выступила часть нашей армии, и мне следует отправляться с ними. Усевшись на резового скакуна, любуя закатом, я помчался на помощь к братьям Бури. Укрывшись за холмами, бойцы готовились к штурму. Теперь время пришло для удара. Мы обнажили клинки и с криком ринулись в бой. Гарнизон тут же поднял тревогу, однако защитникам Империи это не помогло. Разломав все баррикады, мы неумолимой волной обрушились на форт. Словно ураганом сметались имперцы. Тут я, как всегда, стал использовать свою тактику. Залез на стену и начал вырезать лучников. Таким образом, мы захватили еще один форт. Ульфрик, как всегда, был доволен очередной победой. Мы ведем эту войну из любви к нашим братьям и сестрам. Теперь наша цель освободить Хелмарк. Но сперва Галбар задумал очень хитрый план. Он хочет подбросить имперскому легату, который располагается в поселении Морфол, бумагу сложными приказами. Но для этого необходимо раздобыть настоящие приказы. Этим как раз займусь я. Очень часто имперские гонцы останавливаются в тавернах. И вот как раз в такую таверну мне пришлось наведаться. От хозяйки таверны удается узнать, где сейчас может быть гонец. Долго искать его не пришлось. Вот и он, голубчик, на тебе щитом по лицу! Теперь эти документы следует отдать Галмару, который слегка подкорректирует планы имперцев. Когда все готово, документы необходимо вручить легату Таурину Дулию. А он как раз находился в поселении Морфол. Этот имперец оказался очень зазнавшейся личностью, что даже не соизволил повернуться ко мне лицом. Ну и ладно, зато мне удалось прикинуться солдатам империи, который в целях безопасности сменил одежду. План удался. Командование империи приняло поддельные документы. А следующий наш удар был направлен на форт Сноухок. Тут тоже ничего необычного. Врываемся, перебиваем всех имперцев и устанавливаем свою власть. Командование довольно, наше дело приобретает серьезные обороты. Осталось захватить последний форт. Найди братьев, которые готовятся к атаке, и помоги им уничтожить имперцев. И мы с пацанами решаемся это сделать под покровом ночи. Наши силы тихонько приблизились к стенам, однако подойти незамеченными не удалось. Пришлось, как всегда, штурмовать в лоб, ломая баррикады. После удачного штурма я решил отдохнуть в лагере. Однако мой покой нарушили наемные головорезы, которые сумели очень близко подойти к лагерю. К счастью, наши часовые успели их обнаружить и обезвредить. Теперь осталось собрать все силы в кулак, чтобы взять под контроль город Солитьют. Вернись победой или умри со славой. Армия братьев Бурь подошла к городу. В первых рядах стоял Ульфрик Буревестник. Он произносил пафосную речь перед битвой и давал напутствие своим бойцам. В этот день наш враг узнает всю мощь нашей решимости, всю глубину нашего гнева и всю великую справедливость нашего дела. Мы всей гурьбой ворвались в город. Битва за Солитьют началась. Пробивая себе дорогу по горящим улицам, мы вошли в мрачный замок, где находился генерал Тулей. Также рядом была легат Рикки. Начался долгий диалог. А после него произошла хорошая драка, в которой я сразил Рикки и от души навалял Тулей. Тот был ранен и не смог стоять на ногах. Он хотел что-то сказать, как-то оправдаться, но для меня это были пустые лживые слова. Ульфрик предложил мне огромную честь добить генерала, на что я согласился. Рука моя не дрогнула. Хорошо. Готово. Осталось поздравить наших бойцов и объявить победу. Теперь, когда Скайрим освобожден от Сапога Империи, можно продолжить свои дела, связанные с драконами. Истинные сыны и дочери Скайрима правят всеми городами. Мы обескровили Имперский Легион и обезглавили его, убив генерала Тулия. Что еще я мог бы потребовать от тебя? Я и Лидия еще раз всех поблагодарили, пожелали друг другу удачи, а затем отправились в путь. Впереди нас ждали еще более опасные приключения. На этом и завершим вторую серию по Скайриму. Всех благодарю за просмотр, попрошу всех поставить лайки и написать несколько слов в комментариях. Это очень сильно поможет с продвижением ролика. С вами был канал Луглук. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. А впереди нас будет ждать продолжение. Не пропустите. Берегите себя. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok